Меня зовут Алексей. Я приехал из России. Я гражданин России. Когда в Украине произошли все эти события революционные, я их очень поддержал. В этом году я уже пятый раз в Украине. Когда произошло вторжение российских войск в Крым, я понял, что нужно ехать к своим братьям, помогать. Мне очень стыдно за свою страну, стыдно за свой народ, за то, что так поступили. Не по-братски. Я не хочу быть на стороне агрессора. Я хочу быть на стороне людей, защищающих свою свободу, свои права. Поэтому я здесь. А как близкие отреагировали ваши? Мои близкие меня поддерживают. Расскажите, что будет дальше с батальоном? Есть какие-то наработки? Или пока вы только ознакомились? Не знаю, что будет дальше с батальоном. Я думаю, что батальон будет крепным, будет развиваться как структура. Будет приобретать опыт. Что было под Иловайском происходило? Потому что очень много слухов по поводу того, что там... Под Иловайском происходило, я считаю, очень показательное такое событие. Когда мы выходили из Иловайска, то попали в засаду, подготовленную кадровой частью российской армии. Засада готовилась два дня. Были окопаны танки, распределились характера обстрела. Пристрельная артиллерия. В первые же, можно сказать, секунды бой-столкновения у нас был выбит весь старший офицерский состав. Погиб командир роты, погибли многие офицеры. И несмотря на это, несмотря на то, что у нас был взорван двойкомплект, мы сумели прорваться в село, организовать оборону, сжечь два российских танка, сжечь БМП, захватить танки БМП, захватить пленных и заставить российскую команду махать белым флагом, просять переговоров. Я считаю, что это... Ну, по крайней мере, за две чеченские кампании я не слышал ни разу, чтобы такое произошло. Тем более, добровольческий батальон, многие люди из которого не имеют вообще боевого опыта, а многие и оружие взяли в первый раз. Так быстро соорганизоваться и с такой самоотверженностью драться, это дорогого стоит. А чья это была ошибка, вот на ваш взгляд? Я не готов сейчас говорить об ошибках, честно скажу. Сейчас ведется расследование, насколько я знаю. Я думаю, что это просто череда, череда случайностей, череда, может быть, непрофессионализма. Время покажет, что ли. Но то, что мы надрали задницу российской кадровой армии, это факт. Я очень горжусь, что сейчас я с такими людьми рядом воюю, что мне оказана такая большая честь. Спасибо вам, Каинцы. Спасибо.